Добрый день, дорогие друзья! Небольшое видео размышление на тему смирения. Каждому человеку, я думаю, взрослому, в большей степени не хватает смирения. Люди чувствуют себя задетыми, заживое, униженными, оскорбленными той жизнью, которая окружает их. Обстоятельства складываются иногда таким образом, что люди страдают, и не хватает терпения, и не хватает смирения. И смирения не просто перед теми обстоятельствами, которые возникли в жизненном пути человека. Нет. Смирения не хватает перед Богом, перед Его волей, перед тем, что Бог хочет от человека смирения. А у человека этого смирения не хватает, недостаточно. И можно много размышлять на эту тему, но я хотел бы обратиться к Библии и привести один из примеров смирения царя Давида. Обратите внимание, что царь Давид, он был и храбрым воином, и богатым человеком, и имел разум, имел богобоязнь. И старался всегда молитвенно искать воли Божьей в свою жизнь. Хотя и он совершал определенные грехи и прегрешения, потому что царь Давид тоже был человеком. И, говоря о смирении, хотел бы привести один эпизод из его жизни. И это рассказывается во второй книге царств, в главе 16-й, с 5-го по 12-й стихи. Давайте я просто прочту этот момент. Человек, который не побоялся ни воинов, ни самого царя, вышел и стал проклинать, бросать камнями на царя Давида и на его воинов, на его охрану. Так говорил семей, злословие его, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Все это было неоправдой. Но, когда человек оскорбляет, то ему надо иметь повод, ему надо иметь почву для того, чтобы это делать. И в этой ситуации действительно Авесолом, сын царя Давида, пошел против отца с войском и вошел в Иерусалим. Но царь Давид не хотел сражаться и проливать крови своего сына или кого-либо из людей, и он оставил Иерусалим и покинул его. И сказал Авеса, сын Саруин, царю, зачем засловит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне, Иван, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид о весе и всем слугам своим, вот, если мой сын, который вышел из чисел моих, ищет души моей, тем больше, сын, вине Митянина, оставьте его, пусть засловит, ибо Господь повелел ему. И вот теперь самое главное, это в 12 стихе, и царь Давид говорит такие слова. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Царь Давид был очень духовным человеком, и он понимал причин, наследствую связь во всех делах, которые происходили вокруг него и с ним. И поэтому, когда человек злословил его, и проклинал его, и бросал в него камнями, он понимал, что это Бог допустил этого человека проявить к нему такое отношение. И в своем смирении царь Давид ожидал воздаяния не от людей, а от Бога. Можем ли мы сегодня понять это духовное действие, важное для каждого человека, такое как смирение, не перед людьми, не перед обстоятельствами, а именно перед Богом. Просуждайте об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует...